Темой данного урока будут являться файлы и работа с файловой системой. Прежде чем мы начнем, стоит напомнить, что мы вообще рассматриваем два типа файлов. Первый тип файлов мы называем текстовыми. Мы считаем, что содержимое данных файлов является текстом и может быть интерпретировано в качестве текста. В противовес им мы имеем бинарные или двоичные файлы, содержимое которых мы не можем интерпретировать в качестве текста. Примером текстовых файлов, прежде всего, может посложить исходный код ваших программ, формат txt и, допустим, html-страницы. А к бинарным файлам можно изнести почти все остальное, что мы за текст не считаем. Например, mp3-формат, картинки, гифки, все что душе угодно. В рамках данного урока я не буду много рассказывать про работу с бинарными данными. Я считаю, что для любого более или менее популярного формата бинарных данных, будь то, например, изображения или музыкальные данные, уже точно существуют библиотеки языка Python, которые умеют с файлами данных форматов работать. Например, если вы хотите работать с изображениями, то вы можете использовать библиотеку Pillow. А если вы хотите работать с музыкальными данными, то вы можете начать с встроенной библиотеки Wave, а закончить, например, Python Audio Tools. А вот с текстовыми файлами приходится работать постоянно, и поэтому им в течение нашего курса будет уделено куда больше внимания. Давайте с вами разберемся и научимся открывать файлы и что-нибудь с них считывать. Прежде всего, убедитесь в том, что вы создали какой-нибудь текстовый файл в нашей рабочей директории. В моем случае этот текстовый файл называется test.txt. Для того, чтобы открыть файл в языке Python, используется конструкция open, в которой первым аргументом передается имя файла, а затем передаются ключи, с которыми мы должны открыть данный файл. В нашем случае я передаю r, то есть я говорю, что я хочу открыть его на чтение. Таким образом, функция open первыми двумя аргументами принимает имя файла, которое мы хотим открыть, и режим, в котором мы хотим его открыть. Мы можем открыть файл для чтения, для записи, для записи в конец, и даже если сильно хочется, то мы можем открыть его в бинарном формате. Таким образом, режим определяет намерение, с которым мы открываем данный файл. Если мы хотим из файла считать, то мы откроем его для чтения, а если хотим в него что-то записать, то и откроем его для записи. Здесь приведен краткий список режимов, в котором мы можем открыть файл. И первый режим, это, конечно, режим r или r, это открыть файл для чтения. Можем заметить, что он является режимом по умолчанию, то есть когда мы открываем файл для чтения, мы можем не указывать второй аргумент. У нас также, конечно же, есть режим для записи, это режим W. Важно помнить, что он стирает содержимое файла, когда файл открывается. У нас есть режим для до записи, то есть когда мы сохраняем содержимое файла и дозаписываем что-либо в конец. Это режим A. У нас есть режим B, слово binary, то есть мы открываем формат в бинарном режиме. И что важно, мы можем сочетать данные режимы. То есть мы можем указать RB для того, чтобы открыть файл в режиме чтения в бинарном формате. Я провел не все режимы, в которых мы можем открыть файл, однако чаще всего нам хватает всего лишь трех. R, V и A. R мы открываем файл для чтения, через A мы открываем файл для записи, и через A мы открываем файл для того, чтобы дозаписать что-нибудь в конец. Функция Open возвращает нам FileObject. Благодаря FileObject мы можем читать данные, записывать данные. Но что самое главное, FileObject нужно закрывать, когда вы с файлом поработали. Потому что нужно освобождать те системные ресурсы, которые были затрачены, чтобы поддерживать соединение с файлом. Так что давайте пока поместим закрытие файла вот сюда. А на самом деле мы пойдем посмотрим, что же у нас содержится в файле test.txt. Файл test.txt у нас очень простой, у нас содержатся три строки, и каждый содержит название этой строки. То есть номер, это первая строка, вторая строка и третья строка. Давайте попробуем считать что-нибудь из нашего файла. Прежде всего у FileObject есть, конечно же, метод read. Давайте мы запишем в какую-нибудь переменную x значение метода fread от, допустим, первых пяти символов. То есть мы передаем число символов, которые мы хотим сочетать из нашего файла. Мы можем распечатать на экран x и убедиться в том, что пока что это действительно первые пять символов, то есть наша строка first. Если же мы не передадим никакого аргумента в наш метод read, то мы считаем наш файл до конца. Давайте запомним переменную y значение метода fread и вызовем наш код. Увидимся в том, что сначала мы действительно считали нашу пять первых символов first, а затем начиная с пробела мы считали наш файл до конца и вывели его на экран. Таким образом, если вас просто интересует все содержимое вашего файла, то вы можете просто не стесняться запускать метод fread, выводить его, допустим, на экран и убедиться в том, что действительно умеете читать файлы и умеете читать содержимое файлов. Однако важно помнить, что символ переноса строки также является символом в языке Python. И давайте для этого мы выведем на экран не просто x, а представление x в качестве строки. Мы убедимся в том, что так как у меня запущена операционная система Ubuntu, то у меня переносом строки является символ backslash n. Представление текстовой информации в качестве строки является достаточно старым и базовым. Поэтому мы бы не хотели сильно страдать от того, что в одной операционной системе, например, в Ubuntu, для переноса строки используется backslash n, а в другой операционной системе, например, в Windows, используется другая последовательность символов. Для того, чтобы мы могли разлить любой текст по строкам вне зависимости от того, какой операционной системой мы пользуемся, в языке Python есть метод splitLines. SplitLines является методом строки, то есть вот для исчезанной строки, которую мы сейчас с помощью метода read, давайте присваиваем x, теперь xSplitLines и запустим данный код. Мы видим, что мы успешно смогли разбить наш текст на три строки, которые представляют себе firstLine, secondLine и thirdLine, и при этом они не содержат символов переноса строки. Однако может случиться так, что наш текстовый файл занимает достаточно много места на нашем диске. При этом если мы будем использовать лишь метод read, то он будет занимать достаточно много места в оперативной памяти, когда мы его считаем. Поэтому имеет смысл считывать наш файл построчно. Для того, чтобы считывать файл построчно, можем, например, использовать метод readLine, который, собственно, считывает строку. Можем называть это дважды, например, вот таким образом, убедиться в том, что мы действительно считали две строки. Однако мы их тоже считываем символом переноса строки. Для того, чтобы убрать символ переноса строки, мы можем, например, воспользоваться методом R-strip. Метод R-strip убирает справа все ведущие пробельные символы, в том числе и символ переноса строки. То есть если мы, допустим, запустим данный код, то мы убедимся в том, что мы действительно избавились от символа переноса строки. Однако такую запись можно сократить, просто применив ее сразу к вызову метода readLine и получить то, что мы и хотели. Однако более каноничным способом перебора строк внутри файлов является, конечно же, итерация по файл-обжекту. Дело в том, что у файл-обжекта есть итератор, и данный итератор каждый раз, когда мы будем запрашивать следующий элемент, будет возвращать нам строку из файла. Этот итератор написан эффективно по памяти, то есть он никогда не выгружает файл в память целиком и считывает файл лишь до того момента, пока не встретит следующий перенос строки. Давайте же перепишем считывание нашего файла. Давайте переберем строку внутри нашего файла-обжекта, увидим строковое представление нашей строки на экран. Когда мы выведем данный код, мы убедимся в том, что строки считываются также с ведущим символом переноса строки, поэтому внутри форума мы можем использовать наш трюк с методом rstrip и тем самым убрать ведущий перенос строки. Важно понимать, что когда в файле больше не осталось несчитанной информации, то метод read всегда будет разрешать нам пустую строку. Давайте, когда мы уже попытались сочетать все три строки, давайте запомним в переменную x значение метода f at read, ну и затем мы выведем также на экран строковое представление нашей строки x. Мы убедимся в том, что после того, как мы сочетали уже все три строки, наш вызов метода f read действительно вернул пустую строку. Таким образом, считывание из файлов в языке Python устроено достаточно просто. Если вы знаете, сколько ровно символов вы хотите сочетать, вы можете использовать метод read и передать в него аргументом число символов, которые вы хотите сочетать. Если вы хотите сочетать файл целиком, то вы можете просто использовать метод read и не передавать в него никакие аргументы. А если файл достаточно большой и вы хотите сочетать его построчно, то вы можете просто использовать цикл for и файл object.